друзья приехали с вами на стоянку где находятся конструктора машины машины после мойки замерзла не будем ее мучить не будем открывать так еще раз хочу напомнить то что все вот эти автомобили которые конструктора который без птс их на учет по крайней мере у нас в россии поставить нельзя очень много очень много и steam микроавтобусы микроавтобусов внедорожник но и 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 Продолжение следует... Друзья, всем привет! И как обещали, мы сегодня поедем на стоянку, где продаются конструктора. Но перед этим мы забираем автомобиль нашего подписчика. Мы его уже выкупили и сейчас погоним в транспортную компанию. Ну, достоинство этих автомобилей, это грузопассажирский автомобиль. То есть у него получается задний ряд сидений. И что свойственно именно этому автомобилю, у него задний ряд сидений даже с подголовниками. И имеются ремни. Обычно на этих машинах ремней безопасности нет. И достаточно комфортный автомобиль в плане эксплуатации. То есть его можно использовать как грузовой для работы, а также в принципе там удобно и ездить на нем. То есть он получается комфортабельное сидение, более-менее, если сравнить с другими грузопассажирскими автомобилями. То есть он именно и для отдыха использует, и для работы как грузопассажирский автомобиль. Ну и как я говорил, вот именно в этом автомобиле стоят мягкие сидения с подголовниками. Что крайне редко попадается на этих машинах. И в принципе даже задним пассажирам будет ехать здесь комфортабельно. Ну и давайте посмотрим багажное отделение автомобиля. Это вот мы уже сложили сидение. То есть получается достаточно большое, просторное багажное отделение. Здесь можно положить много всяких коробочек и перевозить большие грузы. В принципе достаточно много места. Ну и еще раз повторюсь, и также вот есть ремни для пассажиров. Обычно в этих машинах ставят их дополнительно. Здесь они уже сразу стоят. Пробег автомобиля 120 тысяч. Попадаются такие машины с пробегами даже и 300 и 350 тысяч. Потому что в Японии их используют для езды, то есть для работы. Их эксплуатируют там. И приходят они сюда с большими пробегами. Здесь 120 тысяч пробег. Друзья, приехали с вами на стоянку, где находятся конструктора. Стоянка довольно-таки большая. Сейчас мы пройдем, рассмотрим. Ну каждый автомобиль рассматривать не будем. Рассмотрим большинство автомобилей. Они все заводные. Некоторые автомобили мы заведем. Ну и соответственно расскажем сколько они стоят. И покажем как собираются конструкторы. Сразу хочу сказать, что поиском конструкторов мы не занимаемся. Можем приехать, проверить автомобиль, сделать фото, видеоотчет. Все конструктора, все автомобили, практически все, есть на сайте drom.ru. Что касается конкретно вот этих автомобилей, вот этой стоянки, то под видео будет ссылочка на сайт продавца, куда вы можете зайти и посмотреть все цены. Так, давайте начнем с вами Toyota Crown. Автомобиль гибридная версия. Очень хорошая комплектация на нереально крутых дисках. Итак, автомобиль 2010 года в стоимости 450 тысяч рублей. Представляете, да, вот сколько такой экран будет стоить полнопошлиной. Автомобиль не распил, как мы уже говорили. Автомобиль идет в конструктор. Задняя часть автомобиля. То есть у нас установлены сонары. Мощные две выхлопные трубы. Черная крыша. Автомобили нам предоставили, спасибо продавцу, все пооткрывали. Кожаный салон, чего здесь только нету. Полный мультируль, родной монитор, датчик, круиз-контроль, кнопка старт, кнопка стоп, кнопка старт, кнопка стоп, память, память сидений. Сам двигатель, подкапотное пространство. Вот здесь немного поудобнее будет, наверное, открыть. Обращаем внимание на состояние автомобиля, на состояние салона. Сзади монитор. Еще раз задняя часть автомобиля. Автомобиль. Итак, Toyota Crown, гибридная версия, 2010 год. Конструктор не распил. Стоимостью 450 тысяч рублей. Рядом с Crown у нас стоит полноценный микроавтобус. Многие называют это минивенами, да, но это, по большей части, это, наверное, все-таки идет микроавтобус. Итак, это Toyota E-Steam 2007 года выпуска. Фары линзованные на литье. Полноценный конструктор. Давайте, наверное, больше не буду это говорить, да, то, что полноценный конструктор, то, что это не распил. Распилов уже, в принципе, ну, их осталось по пальцам пересчитать. Итак, автомобиль стоит, стоит 230 тысяч рублей. Кто хочет себе стиму за 230 тысяч рублей. Так, электродверь, наверное, отключена. Состояние салона, я постоянно удивляюсь. Вы посмотрите на вот эти сидения, посмотрите на ковровые покрытия. Ни царапин, ничего такого нет. Во всех автомобилях лежат аукционные листы. Нереально чисто просто в автомобиле, реально, нереально чисто. Итак, аукционный лист, замена задней двери, замена заднего левого крыла, покраска двух дверей, пробег 141 тысяча на автомобиле. Так, а вот этот автомобиль у нас почему-то не заводится. Ладно, заводить не будем. Найдем заводной. Итак, эстима, 2007 год за 230 тысяч рублей. Toyota Alphard 2000. Так, не вижу, какого он года. Да, 2007 года 340 тысяч рублей. Посмотрите на его шикарное внешнее состояние. Чем плюс таких автомобилей, ну, я вам скажу так, полнопошненные, полнопошненные автомобили. Еще нужно попытаться найти в таком шикарном состоянии, в котором продаются конструктора. Багажное отделение. Тоже все чисто, аккуратно. Три ряда сидений. Что это? Два люка, печка, монитор. Полнопошненные автомобили стоят в несколько раз дороже. Дверная карта тоже такая добротная, мягкий пластик. Здесь кожа, тканевая вставка, электрические, естественно, это электрические стеклоподъемники, сидения тканевые, подлокотники, вариатор, управление печкой. Кожаный мультируль. Смотрите, сколько места в автомобиле. Места здесь нереально очень много, очень круто. Бардачок верхний, бардачок нижний. Это у нас, ну это не пепельница, не знаю, что такое просто. А вот, кстати, вот здесь, по-моему, пепельница есть, да. Вот такой замечательный, шикарный автомобиль. Сзади тоже дуйки. На обогрев, на обдув второго ряда, третьего ряда сидений. Ну и место, давайте посмотрим, сколько сзади места. Машина, машина после мойки замерзла. Не будем ее мучить, не будем открывать. Альфард, седьмой год, за 340 тысяч рублей. Subaru Outback это тоже такой легендарный, надежный, качественный и комфортабельный. Но это ближе, наверное, уже к кроссоверу автомобиль. Итак, стоит он 250 тысяч рублей. Он трехлитровый, кожаный салон. Родные, субаровские, литые диски, летняя резина, повторители, рейлинги. Задняя часть автомобиля. Давайте посмотрим состояние снизу. Багажное отделение, шторка. Второй ряд сидений. Стоек нету здесь, в дверных картах. Смотрите, обратите внимание, состояние кожи. Кожаный мультируль. Подогрев сидений, два подстаканника. Режимы езды, вариатор, монитор, климат-контроль. Автомобиль заведем, пробег на автомобиле 158 тысяч километров. Итак, 158 тысяч километров и 250 тысяч рублей. Хонда Элезион тоже популярный, популярный микроавтобус. 280 тысяч рублей. Темно-серый цвет, хромированные ручки, родные литые диски. По бокам идут на дверях накладки. Фары линзованные, как смотрится, три линза туманочки. Хромированная накладка. 280 тысяч рублей. Состояние моторного отсека, не ржавчины, не коррозии. Ничего такого здесь нет. Родное лобовое стекло. Состояние салона. Салон темный, чистый, ухоженный, аккуратный. Аукционный лист. Настоящий. Однозначно замена переднего левого крыла. Покраска передней левой двери. Покраска переднего правого крыла. Пробег, да, ребят, пробег на автомобиле 259 тысяч. Климат-контроль. Давайте вам сейчас покажу, как выглядит автомобиль со стороны водителя. Видите, здесь тоже машина чистая стоит. Ее пригнали с мойки. Двери просто замерзли. Чем, допустим, минус, да, вот именно боковых дверей. Задняя дверь открывается без проблем. Три ряда сидений, трансформация салона, салон-трансформер. Просто посмотрите, в каком состоянии, ни в каком состоянии, да, а качество. Да, вот как раньше, как раньше собирались автомобили. Не то, что собирались, выпускались. Так вот здесь у нас открывается. То есть сидушки такие, знаете, добротные, толстые. Реально очень удобные. Подлокотники. Третий ряд сидений, места довольно много. Так, ладно, потом поставим на место. Двери прям такие, знаете, массивные, тяжелые. Электродверь одна с левой стороны. Водительское сидение двигается вперед-назад. Имеет лифт сидений. Кстати, монитор, забыл указать. Два подлокотника. Здесь столик, два подстаканника. Автомат, мультируль. Еще дополнительный дисплей. Сама информация, спидометр, тахометр сводится перед водителем. Итак, Honda Elysion за 280 тысяч рублей. Honda Step-Wagon 2005 года выпуска. Белый перламутровый цвет. На литье, по бокам идет обвес. Тоже хромированные ручки, повторители. Фары идут. Раз, два, три линзы. Передняя часть автомобиля тоже хромированная решетка. 2005 год за 265 тысяч рублей. С панорамной крышей. Сейчас зайдем внутрь, покажу единственное. По приводу нужно определиться, посмотреть. Автомобиль идет, передний привод. Да, конечно, такие автомобили есть. И четыре воды, так, не понял, закрыто. Тоже замерзну. Но, видите, вот эти автомобили, еще раз повторяюсь, они с мойки приехали. Вот то, что вот стоит там подальше, те все автомобили открыты. Вот она, панорамная крыша. Что ты будешь делать? Здесь закрыта. Кожаный руль, мультируль, две электро двери. Смотрите, какой комбинированный салон идет. Коврики. Второй ряд сидений, монитор. В машине нереально много света за счет панорамной крыши. Центральная часть, вот она. Завелся. Отлично. Итак, значит, смотрите, центральная часть сведена. Да, вот именно спидометр, тахометр перед водителем. Дальше бак, температура за бортом, печка, как она, куда она дует, сведена немного влево. Но, тем не менее, да, когда водитель сидит, когда он едет за рулем, он прекрасно видит. То есть расположение шикарно, нереально удобное. Центральный монитор сведен, сведено все вот сюда. Тоже, в принципе, все очень удобно и доступно. Ну и, соответственно, управление климат-контролем, печкой, магнитолой сведено вот сюда, в центр. Тоже, тоже это все очень удобно. Верхний бардачок, здесь встроенный DVD. DVD, куча там пультов, не знаю, что там есть. Вот по месту в автомобиле, не помню, такие машины вам показывали, не показывали в таком кузове. Ну, здесь реклама не нуждается, да, это полноценный микроавтобус, поэтому места здесь очень-очень много. Двери тоже у нас открываются. Вот, кстати, монитор, да, про который я говорил. Сзади все тоже чисто, аккуратно и ухоженно, чтобы попасть на третий ряд сидений. Пожалуйста, сидушку откинули, зашли. Ну, здесь, знаете, здесь такой линолеум. Не знаю, японец, не японец это сделал. Но, по крайней мере, здесь нет такого покрытия. Вот как здесь, да. Очень удобно прибираться, убираться в автомобиле. Напоминаю, чем-то X-Trail. Там тоже это очень удобно делать. Раз, все, в принципе, одним движением руки. То есть, человек, один человек справится, да, чтобы попасть на третий ряд сидений. Это машина 2005 года. Да, 2005 год. Стоимостью 265 тысяч рублей за передний привод. Мазда MPV в белом перламутровом цвете. Автомобиль 2009 года выпуска. Минивэн. Вот это идет минивэн. Это идет не микроавтобус. Состояние днища. Передняя часть автомобиля. Аукционный лист есть. Я отсюда вижу, что он настоящий. Пробег 130 тысяч. Автомобиль по кузову идет целый. Вот это что такое? Это ключ такой идет у автомобиля. Ну, здесь тоже нереально просто чисто в автомобиле. Тоже автомобиль завелся. Смотрите, соответствует пробег. 131 тысяча бензина практически нет. Тахометр идет до 8 тысяч. Посередине идет столик. Два подстаканника, скорее всего, для задних пассажиров. Два подстаканника для передних пассажиров. Вариатор мультимедиа системы. Печка сведена вот сюда. Идет верхний бардачок. И представляете, в бардачке даже велюр. В бардачке. То есть, качество, да? Какое у автомобилей? Так, тоже не хочет открываться. Где она? Второй ряд сидений. Здесь идет два капитанских кресла. Естественно, они едят вперед-назад. Регулируются. Так, нет. Вот так надо сделать. И двигаются. Вот так мы попадаем на третий ряд сидений. Давайте присядем. Ну, еще раз повторяюсь. Мы в машине чисто с ногами. Мы желаем туда не будем. Подсветка. Управление печкой. Но печка у нас включается. Вот она. Включили. То есть, можем регулировать себе дуйки. Очень удобные ручки. Вот такой вот шикарный автомобиль. Вот здесь находится кнопочка закрывания электро двери. Итак, Mazda MPV в белом цвете. 2009 года выпуска за 280 тысяч рублей. Это у нас уже Crown Majesto. 12-й год. 12-й год, представляете, Toyota Crown за 395 тысяч. Я не вижу цвет у него такой черный. Как-то на солнце переливается. Посмотрим переднюю часть. Мужчеста это, конечно, нереально крутой автомобиль. В каком бы кузове он не был. Будто старая модель. Будто новая модель. Бесключевой доступ. Кожаный салон. Вариатор. Регулировка всевозможных систем. Подогревы. Бардачок. Старт, стоп. Чего здесь только нет? Круиз-контроль. Так, закрываем. Давайте переключимся на другой автомобиль. Моджесту. Если честно, немного неудобно снимать. Ну, давайте посмотрим, как эти автомобили собираются. То есть сюда привозят отдельно кузов. То есть это все приходит вместе. В принципе, кузов, подвеска, все снимается, подрамники снимаются, двигатель снимается. И все это собирается вот здесь, прямо на улице. Вот мы видим, стоят машины, которые готовы к сборке. Их уже начали собирать. Вот, пожалуйста, вон, все отдельно, все откручено. И все это на месте прикручивается. Никаких боксов, никаких условий, в принципе, для сборки нет. Соответственно, если купив конструктор, кто-то приобретет, его надо потом проверять все болты, все соединения, как он собран. Так, еще раз хочу напомнить, что все вот эти автомобили, конструктора, которые без ПТС, их на учет, по крайней мере, у нас в России, поставить нельзя. Это незаконно. Это просто идут запчасти. Вот, в данный момент собирается тоже Эльгрант. Шуруповерт лежит, все крутится, все закручивается, аккумулятора еще нет. Так, цена здесь, ну, 450 тысяч, по-моему, стоит. Но у него идет очень хорошая комплектация. Тоже лежит аукционный лист, 191 тысяча пробега. Кузов у автомобиля, в принципе, целый. 191 тысяча для такого автомобиля, ну, это не пробег. Это все мелочи. Вот, задняя часть. Еще, если обратили внимание, да, на некоторых автомобилях идут вот такие вот пометочки, да, маркеры, вот такие вот косточки. Там, вот здесь на бампере пометочка, вот здесь вот, допустим, вот эта пометочка. Это все будет устраняться, чтобы человек себя приобрел автомобиль, по крайней мере, конкретно у этих ребят, да, чтобы он себе приобрел его и ничего с ним не делал. Что у нас еще тут есть? Вот, и стима практически, практически собрана. Можем посмотреть на состояние стоек, на состояние суппортов, на состояние тормозных дисков. По задней части состояние кузова, ни рыжиков, ничего такого нет. Автомобиль 4 ВД. Ну, вот, допустим, вот здесь салон, да, видите, он химчистку еще не проходил. Полный мультируль, электродверь, парковка, климат-контроль, подстаканники. Аукционный лист, 158 тысяч пробега, покраска заднего правого крыла. Очень много, очень много и стим, их очень часто берут. Мы частенько выезжаем на осмотры таких автомобилей. Хороший, достойный, популярный автомобиль. Рядом со стима стоит Honda Stavewagon Spada. Комплектация, 340 тысяч рублей, 2010 года. Ну, спада, конечно, в кузове изменился, да, по внешнему виду. Снова спада, с новой спадой и со старой спада. Но, тем не менее, это спада. О, электродверь, даже работает. Кроется. Отлично, вообще, прошло все. Вот с автомобилем идет 4 колеса. Кстати, если в машине приходят колеса с Японии, колеса тоже, ребята, растамаживаются. За это берут деньги. Истимы мне нравятся, посмотрите на истимы. Две электродвери, мультируль. Итак, 10-й год, 340 тысяч. Стоит еще один Subaru, тоже Outback. Ну, вот такие, допустим, Outback, да, 2,5. 230-250 тысяч они стоят. А нет, это трехлитровый. Закрыт. Открыт. Ключ лежит. Ну, не будем мучить автомобиль. Не заводится, не хочет заводиться. Дальше давайте посмотрим на Delica. Тоже ленингардный автомобиль. Наверное, самый популярнейший конструктор. Вот честное слово. Итак, стоимость данного экземпляра 340 тысяч рублей автомобиль. Какой? 90-98 год. Но он лифтованный в таком состоянии. Пришел с Японии, задранный. Комплектация Шамоникс. Вот видите, ручка там на раздаточку. Ну, не до собрали, не до собрали чуть-чуть еще автомобиль. Дверь замерзла. Где же Delica взять-то за 340 тысяч рублей? А цена таких автомобилей, которые реально уже убиты, уже уделаны по России, начинается где-то, наверное, от ну, от 600 тысяч в более-менее достойном состоянии. Те автомобили, которые идут лифтованные, задранные, цена и 800 тысяч, и миллион, и доходит до полутора миллионов. Так, сейчас я залезу сюда. Тоже всегда вот нравились эти автомобили в плане комфорта, в плане посадки, в плане вообще езды по бездорожью. Это такой, знаете, микроавтобус, микроавтобусы-внедорожник. Особенно комплектация Шамоникс. Так, ключ есть. Давайте попробуем завести. Так, все отлично. Вот здесь датчик какой-то стоит автомобиль. У нас дизель. Посмотрим, как он заведется. Смотрите, вот завелся вообще без проблем. Так. Соника не вижу. На автомобиле. Может, он и есть там в бумагах, искать не буду. Ладно, глушим. Это у нас идет Nissan El Grand. Не везут такие автомобили. Полнопошины это редкость. Везут очень редко, потому что дорого. Стоимость конструкторов 430-460 тысяч рублей. Ну и Grand у нас закрытый. Ладно, не беда. А еще одна стоит из Stima. Еще одна из Stima. Светлый салончик. Аукционика не вижу. Давайте прорвемся с вами вглубь стоянки. Потому что из Stima, из Stima очень много Stima. Посмотрим на не менее достойный автомобиль. Итак, это Honda Odyssey 305 тысяч рублей. В черном цвете автомобиль 2010 года выпуска. В неплохой комплектации. Абсолют. Хромручки, кожаные вставки, накладки, монитор, мультируль, подстаканники. Собака. Где там собака? Ты меня там не съешь, собака? Наверное, нет. Второй ряд сидений. Есть третий ряд сидений на автомобиле. Так, друзья, ну к собаке я туда не пойду. А, она привязана. Барбосты привязаны. А это переднеприводная версия автомобиля. Видите, 2ВД написано 280 тысяч рублей. Так, осторожно. Мультируль, круиз-контроль. Еще одна из Stima стоит. Обратили внимание, да? Сколько здесь, сколько здесь из Stima. Ну и возьмем еще несколько автомобилей. Это распилы. Ну, как видите, они разобраны. Тут уже нет ни двигателей, ни подвески, ни навесных деталей. А эти автомобили возились, скорее всего, как, ну, именно для запчастей. Просто еще раз покажем, еще раз напомним, что такое распил, как он пилится. Допустим, вот стоит, что это стоит, даже не знаю, какой-то минивэн. Пилится он по задним стойкам. Ну, то есть, раз разрез, два разрез, на пороге тоже разрез. Ну, и, соответственно, с этой стороны все то же самое. Как он транспортировался? Транспортируется просто крепятся на площадочке, на шурупы. И в путь. Вот видите, несколько осталось распила. Вот это вот, по-моему, это Одиссей стоит. Допустим, как меняются задние крылья. Да, вот кому-то понадобилось заднее левое крыло. Пожалуйста, крыло вырезали. Сейчас оно будет стоять на каком-нибудь другом автомобиле. Вот этот автомобиль еще не весь разобрали по запчастям. Здесь все вырезали. Здесь вырезали и пороги, и арки, и задние крылья. Вот попробуй догадайся, да, что это такое, что это стоит за автомобиль.